Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Или вот этого лишишься. Исполняй! Вот я скажу вам о детях, о ваших детях. Вот у вас в Америке, честно говоря, дети куда более испорченные, чем у нас в Англии. Понятно, у нас в Англии тоже испорченные. Но у вас тут в Соединенных Штатах дети еще более разбалованные. Ну реально. Я видел местных детей, и поведение у них тут такое. Типа, я американец. Дескать, я живу в самой Америке. Как вы ее называете? Земля? Земля кого? Земля свободных дом храбрых? Да, именно. Он тебе как бы говорит, я храбрый, я свободный. Че хотел, папа? Ты должен дать ему понять, что земля свободных и дом храбрых за дверью моего дома. Мое маленькое милое дитя. Это там, а здесь батя в здании. Территория папы и мамы. Я тебе объясню, какие здесь правила и что их надо соблюдать. Установи свои правила. Дай понять однозначно, что да, вот так надо жить здесь. Не позволяй дерзить в ответ. Ни в коем случае не позволяй дерзко отвечать тебе. Ребенок тебя не должен дерзить. Пресекай. Лет в семь. Лет в восемь, если начнется. Пресекай. Ни одного дерзкого слова в ответ не должно быть. Вот у моего ребенка, в Англии мы живем, такое отношение началось в десять. У каждого из моих детей в десять это началось. У одного за другим. Если от рук отобьются, можешь уже не вернуть. И что тут делать? Бить же не будешь. В той же Индии, например. Родитель мог ударить. На. Все, все, больше не буду. А ты бить не можешь, так что делать? Ну, по-другому. Можно сказать. Так, иди вон к той стене и постой возле нее. Иди там, постой, глядя на стену. И подумай над тем, что сделал. И будь серьезен. Не то, что к стене отвел и сразу вернул обратно. Пусть постоит минут пять, глядя на стену. Пусть подумает, время размышляния настало. Папа, зачем на стену-то смотреть? Ну, потому что стена помогает лучше сосредоточиться на том, что ты сделал. Не отвлекаясь. Пусть постоит минут пять, потом придет. А если он все еще разозлен? Бывают же темпераментные дети, которые стоят вот так. Скажи, тебе успокоиться надо. Ау-ду-биллах мина-шатан-раджим. Иди обратно. Да, обратно. Пусть еще пять минут постоит, ничего с ним не будет. В ваших школах же так делают в Америке. Хотя школа это часто дурной пример. Пусть постоит, скажи, не могу общаться, пока шайтан в тебе. Разговора не выйдет. Постой. Потом, когда успокоиться, придешь, и мы нормально сможем с тобой поговорить. Не надо кричать. Вот я вам так скажу. Когда вы дома кричите... Это становится уже обыденностью. Это вот как, знаете, пример такой на ум приходит. Звук холодильника. Он иногда включается. И ты такой, сидишь дома, смотришь на холодильник и такой, а, ладно. Он еще минуты три будет тихо стоять. А, все, выключился. И когда ты кричишь дома для твоего ребенка, это... Сейчас папа минуты три поорет и замолчит. А ты как сделай? С точностью, да наоборот. Вот я тебе говорю, попробуй, попробуй. Вместо того, чтобы разоряться... Э, Ахмед, скажи. Ахмед. Подойди, пожалуйста. Если понижаешь голос, это опасно звучит. Понимаете? Кричать не надо, серьезно, не надо. Подойди. Вот так. Ты сделал так-то? Серьезно? Вот так говори. Да, сделал. А это хорошо или плохо, что ты сделал? Нет. Постарайся так больше не делать. Ладно? Ладно. Вот так общайся. Вместо того, чтобы разоряться. Опять ты это сделал? Сколько можно тебе говорить? Ну вот как вот так, а? И каждый раз одно и то же. Зачем драматизировать? Зачем кричать? Зачем на ребенка давить психологически? Просто обозначь, как есть. И знаете, что дети любят? Когда твоя любовь к ним, это основная составляющая отношений. А когда он сделал что-то не то, ты просто перестаешь проявлять к нему любовь. А потом опять начинаешь. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это прекрасно. Пророк никогда не бил, никогда не ругал, никогда не кричал. А как он делал? Смотрите. Он очень любил. Опять же, как я уже говорил, без перегибов, без крайностей, без излишества. А умеренно. Он всегда был приветливым. Люди любили рядом находиться. И вдруг кто-то расстраивал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк просто замолкал. Просто молчал. С его лица уходила радость. И люди вокруг такие, О, Господи, надо поправить ситуацию, чтоб он снова стал приветливым, как обычно. Когда посланник Аллаха прекращал дисциплинарное воздействие в виде такой меры, он снова проявлял свою любовь. Становился таким, каким обычно был. Вот и дома у тебя должно быть точно так же. Ребенок твой твердо знать должен. Папа любит меня. Но в качестве дисциплинарного воздействия он ведет себя так сейчас. Я понимаю, я должен исправиться. А если он будет видеть, что папа или мама ненавидят меня? Если так будет, ты его потеряешь. Везде нужен баланс. Если баланс правильный, альхамдуллиллах, нормально будет. Если тебе ребенок досаждает чем-то, например, не слушается тебя в чем-то, забери у него что-то самое любимое. Вот еще одна очень простая дисциплинарная мера. У меня дома это работает, моему сыну сейчас 13. То есть уже довольно взрослый. С мальчиками с 12 до 14 лет кое-что происходит. И с девочками с 11 до 13. Не знаю, как у вас здесь, в Америке. В Британии вот так. Вот, например, до 11 лет. Ребенок такой прилежный. Ну или в возрасте примерно лет 11. 10-11 лет. Смотришь на него, маша-ла, щетины еще нет. Умиляешься прям, маша-ла, маша-ла. А вот лет в 15, когда уже щетина появляется, потихоньку уже борода расти начинает. Дисциплина есть. Говоришь, маша-ла, альхамдуллиллах. А между 11 и 15 фаза пришельца. Что-то происходит с ними из-за того, что гормоны прут. Они растут, сила появляется. Чувствуют себя уже взрослым. Много сопротивления в них. И вот в этом возрасте можно применять простое дисциплинарное воздействие. В том, что они больше всего любят, ты их в этом просто ограничиваешь. У моего ребенка всего несколько часов по выходным, чтобы поиграть в PlayStation 4. В течение недели мы ему не разрешаем. В выходные, да, но с понедельника по пятницу нет. То есть время игры строго ограничено. И если в течение недели он вас в чем-то не слушается, все, не обязательно кричать, не надо бить. Вычитаешь 15 минут времени из его игры. 15 минут отнимаешь. Если было 2,5-3 часа, вычитаешь из них 15 минут. И это его ранит сильнее, чем шлепок. Он предпочтет, чтобы его шлепали, чем лишиться 15 минут, клянусь Аллахом. Он лучше другие лишения какие-нибудь потерпит, чем лишиться 15 минут времени в любимую игру. И аль-хамдули-лях, проблем нет. 15 минут вычитаешь, и все. Аль-хамдули-лях, без криков, без побоев. Аль-хамдули-лях, нормально. А если он пристрастился к игре, стал от нее уже зависим. Здесь надо осторожным быть. Если ребенок пристрастился к чему-то, зависимость появилась, это серьезная проблема. А если ты ему вообще не даешь играть в видеоигры, не даешь ему с друзьями играть, то это уже другая крайность. Ты опять же получишь проблему. Потому что ребенок тогда будет расти замкнутый. Нужен баланс. Зависимость – это серьезная проблема. Зависимость – это серьезная проблема. Если твой ребенок стал зависимым от чего-то, ты столкнешься с плохими последствиями этого. Нужно соблюдать баланс в плане детей. Во всех сферах их жизни. По мере воспитания до определенного возраста. Баланс выдержал – дело сделано. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.